В Орске жители сразу нескольких домов, а именно номер 1, 3 по улице Экологической и номер 22 по улице Новоселова остались без воды практически на сутки. Обычно такие проблемы решаются просто. Люди звонят в розводоканал, который старается как можно быстрее устранить неполадки и при необходимости организовать подвоз воды. Но жители ОЗТБ таких благ цивилизации лишены. Еще в прошлом году они узнали, что их дома не стоят на балансе у водоканала. В прошлом году, в мае месяце у нас оказалось переполнено колодец канализационный. И мы стали обращаться в управляющую компанию. Они как бы не при делах сказали, звоните в розводоканал. Звонили в розводоканал на учете, приезжали сюда и говорили, что на балансе нас нет. Это был седьмой год уже, как это самое, я не понять, как это нет на балансе. Люди платили и за воду, и за водоотведение, и вдруг оказываемся мы не на балансе у них. Прокуратура, говорит Лидия Агишина, уже разбиралась с данной проблемой. И она вроде как вскоре должна была решиться. 8 февраля уже этого года было вынесено решение администрацию города обязать взять на баланс вот эти сети. И вдруг у нас вчера из рядом стоящего колодца, который канализационный, бьет вода ключом и льет по улице, а в квартирах нет ни у кого воды вообще в этом. В администрации города нам сообщили, что вечером того же дня, когда произошла утечка, специалисты РВК Орск, несмотря на то, что сети им не принадлежат, течь устранили. А водоснабжение восстановили. В мэрии пообещали в ближайшее время рассказать, когда и как решится вопрос с постановкой на баланс этих домов. Анастасия Тимофеева, Андрей Энгель, служба информации, телерадиокомпания Евразия.